Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Акмадис Арбасов, приехавший в регион с рабочей поездкой, посетил предприятие ТО «Кастингмаш» в Ридарии, Центр оказания специальных социальных услуг Глубоковского района в селе Зимовье. Он провел встречи с трудовыми коллективами и ознакомился с работой объектов. В ходе встречи с рабочим коллективом ТО «Кастингмаш» Акмадис Арбасов отметил, что с 1 января 2024 года в Казахстане введена специальная социальная выплата для граждан, длительное время работающих в тяжелых и вредных условиях труда. Мы убедили, что этот закон действует. Мы поговорили с несколькими работниками, которые в рамках данных выплат уже им воспользовались и получают соответствующие выплаты как со стороны государственного бюджета, так и со стороны работодателя и страховых компаний. Это очень важно, поскольку это позволяет работникам ранее, с 55 лет уже, по сути, вывести себя из рабочего места, где были вредные факторы производства среды, которые, соответственно, влияют на его здоровье. Акмадис Арбасов также ответил на вопросы сотрудников, касающиеся сферы обеспечения безопасности и охраны труда. Вопрос по значению показателя высоты, с которого мы должны, согласно действующим правилам, нашим республиканским, оформлять на ряд допуск и пользоваться страховочными системами. Проблема в том, что уже, согласно действующим правилам, уже на высоте 1,3 метра, на целых 0,3 метра, мы должны использовать страховочные системы и оформлять на ряд допуск. Но проблема в том, что, допустим, если мы берем кузов грузового автомобиля, он уже больше, чем этот показатель, он 1,4 метра. Значит, нам уже нужно пользоваться страховочными системами. По словам вице-министра, проблемный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время при министерстве. Если потребуется, будут внесены соответствующие корректировки. Далее первый вице-министр посетил Зимовьевский центр оказания специальных социальных услуг в Глубоковском районе. В центре созданы все необходимые условия для реабилитации граждан. Мы оказываем услуги реабилитации по восьми направлениям. Условия нахождения пациентов максимально приближены к намашним. Услуга получателя могут работать в саду, выращивать фрукты и овощи. Сотрудники центра обратились к вице-министру с вопросом повышения оплаты труда. У нас более 30 тысяч социальных работников в стране получается. Вот они сегодня более 200 подопечных, получается 190 работников оказывают услуги. Поэтому мы их не трудно понимаем. И мы их проинформировали, что сейчас как и соответствующая работа проводится по совершенству системы оплаты труда. И мы надеемся, что соответствующие предложения, которые мы подготовим, они будут поддержаны. Отметим, в стране действуют более тысячи учреждений, представляющих специальные социальные услуги. Три из них находятся в Восточно-Казахстанской области.